Финансий Альтимес, Великобритания Выздоравливающая экономически Украина Это головная боль для Путина Редакционная статья Финансий Альтимес, Великобритания 27 февраля 2020 года Украина многим может показаться жертвой негативных новостных заголовков Вот некоторые из них Главный управляющий Приватбанком До 2016 года бывшим главным банком по предложению займов населению Предупреждает корреспондента Financial Times о бегстве капиталов и падении нацвалюты В том случае, если президент Владимир Зеленский не поможет в расчистке завалов Оставшихся после национализации Приватбанка в 2016 году Когда банк национализировали В его активах обнаружилась дыра величиной в 5,5 миллиарда долларов А тут еще на прошлой неделе началось наступление поддержанных Россией боевиков на востоке страны В результате этот все еще тлеющий конфликт разгорелся Достигнув уровня насилия Невиданного за все последние несколько месяцев Добавьте сюда еще и то, что Украина оказалась втянута против собственной воли в импичмент президента Трампа Ведь действие и история чудовищной коррупции происходит на ее территории с участием ее граждан Тем не менее радар мировых масс-медиа, отслеживающий мировые тенденции Просто не обнаруживает тот факт, что тон экономических новостей в последнее время сменился на в основном позитивный Возглавляемая президентом-реформатором и парламентом из молодых реформаторов Украина выходит из экономического пики В которое ее бросило собственная революция и военное нападение на нее России почти 6 лет назад Некоторые экономисты говорят, что Украина сейчас – наилучшие шансы для экономического взлета к процветанию В течение прошлого месяца Киев занял за границей всего 1,25 миллиарда евро Получив эти деньги под всего лишь 4,37% годовых А это всего лишь половина огромной надбавки, которую Украине приходилось платить за каждый заим всего год назад Увеличенные прошлогодние 17% революции национальной валюты под названием гривна Золотовалютные запасы страны достигли самого высокого уровня с предкризисного 2012 года Так и не передя однако этот рубеж Государственный долг упал с 81% годового ВВП страны Как это было в 2016 году, да всего лишь 51%, чуть больше половины этого ВВП И основания для этого благостного поворота событий были заложены еще при прежнем президенте Петре Порошенко Несмотря на некоторые недостатки, его правительство занялось очень трудными вопросами И заплатило политическую цену, став непопулярным Это они, реформаторы Порошенко, подняли долго сдерживаемые, субсидируемые государством цены на газ для семейных квартир до рыночного уровня В итоге семьи испытали некоторую боль от больших платежек Но зато общественные финансы оказались в намного лучшем состоянии Кроме того, реформаторские правительства эпохи Порошенко дали Центральному банку полномочия на то, чтобы как следует почистить банковский сектор Он после революции был теневой и неэффективный Так вот, тогдашние, предпринятые Петром Порошенко, меры сейчас начинают медленно, но все же приносить свои плоды Правда, ситуацию спасают пока, прежде всего, денежные переводы от украинских гастарбайтеров за рубежом Мировой банк провел исследование и выяснил, что Украину покинула и трудится за рубежом 5-миллионная трудовая армия гастарбайтеров Причем на одну только Польшу приходится 1-2 миллиона этих готовых на все работников В результате Украина стала крупнейшим в Европе получателем денежных переводов от гастарбайтеров Эти переводы достигли 14,4 миллиарда долларов в одном только 2018 году Этот поток уменьшился до 12 миллиардов долларов в прошлом году, так как украинцы стали возвращаться домой Их влечет на родину 4-процентный экономический рост и почти 10-процентный рост реальных зарплат в 2019 году И во всем этом есть огромная заслуга Владимира Зеленского С тех пор, как он был избран президентом и его личная партия «Слуга народу» начала вводить новые законы для рыночных реформ Было введено столько рыночного законодательства, что международные партнеры Киева даже стали его осаживать, прося повременить Они предупредили молодых реформаторов, что не надо жертвовать качеством реформы, пытаясь увеличить скорость ее проведения Самая мощная реформа должна быть проведена к октябрю Украинцам позволит продавать их часто очень плодородную землю Свободная купля-продажа родного чернозема начнется после того, как будет снято давнишнее запрещение Помимо покупки или продажи, землю можно будет использовать в качестве залога под дешевые кредиты Ожидается, что в результате продажи земли возрастет продуктивность и сельского хозяйства, и пищевой промышленности И только две потенциальные опасности еще маячат на горизонте Первый, и на него указывает новый начальник Приватбанка Может так случиться, что реформу опять отправят под откос коррумпирующее воздействие на политику стран и властных украинских олигархов Инвесторы давно высказывают опасения по поводу зловредного воздействия на господина Зеленского со стороны бывшего совладельца Приватбанка, Игоря Коломойского Этот бывший совладелец еще предъявляет претензии, пытаясь с боем вернуть отнятый у него банк И, к сожалению, Коломойский помог привести Зеленского к власти Но и по Коломойскому есть обнадеживающее известие Мистер Зеленский, похоже, отдалил от себя помогшего ему миллиардера, уволив главу своей администрации А этот человек прежде был адвокатом Коломойского Второй, более крупный риск, это месть завидующего успеха Украины и Кремля Видеть, как Украина по процентам растет быстрее, чем Россия, хотя при этом Украина остается намного более бедной страной Это неприятное зрелище для Путина Кроме того, Украина недавно, в прошлом году, сменила своих лидеров на свободных выборах А Путин остается лидером России уже 20 лет, и это тоже невыгодный для Москвы контраст С недаемой завистью, Москва не дает Украине мира у нее на Востоке на условиях, которые Киев мог бы принять Так что недавнее обострение боев, это напоминание, что Москва еще обладает на Украине кое-какими рычагами, на которые еще может нажимать Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ